Друзья, мы подходим к могиле Марфы Блин, я дотронул сюда Портреты и вороны слетели Марфа, ты можешь мне ответить? Вот о чем я говорил, ребят Вот они излетели Канал Табу, Искатели Паранормали Представляет Ночь на самом страшном кладбище Краснодара Ноябрь 2020 года Всесвятское кладбище Первая серия Всем привет, друзья С вами канал Табу, Искатели Паранормального И эта новая поездка стала одной из самых дальних за последнее время на нашем канале Больше тысяч километров я преодолел в одиночку Для того, чтобы показать вам самое мистическое кладбище Краснодара А может быть и всей страны 24 часа пути Ради того, чтобы проверить мифы и легенды Всесвятского кладбища Больно уж много легенд ходит об этом кладбище Спасибо Анастасии за то, что сопроводила меня на это кладбище Я давно говорил, чтобы никогда Ни при каких условиях ты, мой дорогой зритель Не ходил по таким местам Всем привет, друзья С вами канал Табу, Искатели Паранормального И я сегодня нахожусь в городе Краснодар На самом известном кладбище в центре города Всесвятское кладбище Здесь похоронена та самая известная Марфа Сегодня я не один Сегодня со мной Анастасия Она мне помогает в передвижении в этом городе И она мне сегодня показала кладбище И мы сегодня вместе пойдем до могилы Марфы Сегодня мы лично проверим на себе Все эти мифы, легенды вообще по поводу этого кладбища Я надеюсь, что все будет хорошо Потому что здесь достаточно неспокойно Вот сейчас мы двинем и посмотрим Возможно, мы с чем-то столкнемся Кладбище очень похоже на то кладбище, где мы снимали у нас в городе Но здесь Ну, видимо, кто-то сломал Вот Я думаю, что Тут, в общем, это центр города, ребят И Интерес в том, что Вроде как кладбище заброшенное Но тут как проходной двор Ух ты Крышка от танка Или как это вообще сказать Офигеть Танкист Обалдеть Да, могила, конечно, интересная И такая еще эта Гусеница вокруг Символично Так В общем, нам нужно найти могилу Марфы Так, мы сейчас выйдем на дорогу, да? Да Ага Подожди, а Стоп Тогда пойдем в ту сторону Да, друзья Короче, нам нужно Как-то в глубину уйти Найти могилу Марфы Так, я думаю, да Да, здесь есть тропинка Да, тут очень тихо Самое важное Не наткнуться здесь на людей Так, сейчас я включу электромагнитник Легендарный Потому что Опа Птицы уже у нас Этот электромагнитник видел еще до нас Много чего Это птицы, ребята Их тут очень много Так, сейчас 5 градусов Я кладу его в карман И мы Ребят, здесь много воронов Как стец Их тут очень много Обалдеть, друзья Смотрите Блин, их капец Как много Блин, вы не видите Наверное Блин, они света Испугались Тут живут вороны Обалдеть Блин Обалдеть Тут, конечно В шоке Ребят, короче Это самое страшное Кладбище Краснодара И Канал Табу Приехал сюда Тропинка И крест Стоит Прям за оградкой Блин Так, я смотрю Ребят По навигатору Пойдем сюда Туда мы вряд ли пойдем Так В общем Это центр Краснодара Я много В интернете Почитал информацию По поводу Этого кладбища У меня было написано Что это Самое мистическое место В городе Краснодаре Блин Какая жуткая фотография На самом деле Стоп Обалдеть Дерево Упало Прямо Да, друзья Конечно Наша цель Это могила Марфы И вот Мы пока Двигаемся Конечно Надеюсь Что У нас Никто Здесь Не настигнет Крест Крест Расколотый Просто Пополам Уваров Эти птицы Они напрягают Капец Да, ребята Пладбище Тут Конечно Я вам хочу Сказать Очень Это что Тоже Могила Вот Я видел Фотографию Эту Да Это Жесть Возможно Тут была Когда-то Голова А возможно И нет Да Да Это То Самое Кладбище Которое Я Прошурудил Уже В интернете Так Короче Сейчас Свет Врубаем Обалдеть Вот По той Дороге Если Мы Пойдем Мы Придем К Марфе Пойдем Куда Друзья Смотрите Конечно Кладбище Отличается От тех Которые У нас Оно Как бы И в запустении Это кладбище Но в то же время И Оно Путяное Разбитое Но Оно Как бы Ухоженное Я даже не знаю Как выразиться Да Уже Давно Родственников Нет У этих Людей В общем Тут Есть Легендарная Могила И вот Видите Ребят Деревья Нет Вы не видите Наверное Ну В общем Тут На каждом Дереве Сидят Вороны На каждом Дереве То есть Это просто Щелчок Пальца И они Взлетят Все Вы можете Слышать Как они Каркают Знаете Чем отличается Кладбище От того Где мы Снимали Там нет Фонарей А тут Есть Понимаете Тут Офигеть 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 Интерес В том Что Да Ну У меня Двойственные Чувства По поводу Этого Кладбища Как бы Мне С одной Стороны Не жутко Так Это птицы Издают Эти звуки Или что Просто Посмотри На Эту Дерево Вот Эта Да Видишь Там Просто Вот Ребят Вот Эти Деревья Их Там Просто Пропасть Они Просто Офигеть Так По моему В эту Сторон Ребят Если Они Взлетят Это Будет Очень Очень Шум Самое Знаменитое И самое Интересное Что там Есть Это Могила Марфы Турищевой По легендам Марфа Турищева Была Ведьмой И Поэтому Ее Портрет На Надгробье Разбит Поговаривают Что Ее Портрет Разбили Специально Для Того Чтобы Она Не Могла Проклянуть Других Людей Возле Ее Могилы Видели Старушку В черном Говорят Что Это Была Сама Марфа Однажды Путник Увидел Там Старушку Она Ему Много Чего Рассказывала А потом Исчезла Возможно Это Просто Городская Легенда Возможно Не было Никакой Старушки И это Просто Выдуманная История А возможно И нет Также Возле Могилы Марфы Фиксировали Призрака На фотографиях Вы можете Видеть Свечение Похожее На Силуэт Призрака Мы можем Бесконечно Перебирать Легенды Мы можем Бесконечно Перебирать Мифы Этого Кладбища Но что нужно Сделать Для того Чтобы Хотя бы Что-то Проверить Нужно Туда Приехать Ни один Из блогеров Ни разу Не был На этом Кладбище Я повторюсь Это Самое Мистическое Место В Краснодаре А возможно Это И самое Мистическое Кладбище В нашей Стране Друзья Мы подходим К могиле Марфы Вот она Она Тут еще Кстати говоря Крест Довольно Таки Непонятный Он как будто Перевернутый Может быть Эта верхушка Просто упала А Блин А может быть А нет Он перевернут Или Тут Целенаправ Либо нет Я не знаю Это Не понятно Видимо Верхушка Просто упала Потому что Если бы он был Перевернут Там был Табличка Тоже Была Перевернута Вот она Могила Марфы Блин Ребят Офигеть Я просто Не верю В то Что Я здесь Нахожусь Видите Тут Есть такая Штука Говорят Что Ей Специально Сломали Памятник Портрет Чтобы Она не могла Никого Проклянуть Якобы Потому что Ходят Такие Слухи Что Она была Ведьмой Но Она была Спиритистом Вот Но Люди Думают Что Она была Ведьмой И Самый Интерес В том Что У нее Нету Даты Рождения И Посмотри Там Выцарапано Как будто Я Жива Или Что Там Да Ну-ка Подойдем Ты знаешь Еще Здесь Такие Слухи Что Она Сама Расцарапала Свой Портрет И Написала Вот Эту Надпись Я Жива Обалдеть Сейчас Блин Так Смотрите Вернулась Я Вернулась Я Вернулась И Внизу Жива Или Или Что Он Она Она Жива Марфа Абрама Турищева 19 Марта 12 Года Умерла Говорят Что Марфа Турищева После Захоронения Так И Не Обрела Покой И Все Чаще Возле Ее Могилы Рассказывают Мистические Жуткие Истории И Туда Наведаются Люди Которые Ищут Мистику И Паранормальную Но Я Повторю Что Ни Один Из Блогеров Там Еще Не Снимал На Могиле Марфы Турищевой Нет Даты Рождения Говорят Что Раньше Дату Рождения Не Писали Потому Что Многие Не Знали Свою Дату Рождения Этим Все И Объясняется То Что На Ее Надгробье Нет Даты Рождения Но Но Если Подойти К Могиле Поближе Можно Увидеть Выцарапанное Надпись Могиле Могиле Чувствуем Что Блин Что Тут Еще Кто-то Есть Ощущение У меня Тоже Как-то Неспокойно Немножко Блин Тут Максимально Неспокойно Так Я Вот Думаю Я Конечно Искренне Надеюсь Что Вот По этой Дороге Нас Никто Не Настигнет Потому Что Я Хочу Достать Спирит Бокс И Я Его Просто Достану Ребят Не Вандербокс Именно Спирит Бокс Голоса Из иного Мира Пытался Услышать Еще Томас Эдисон Он Полагал Что Люди Не Способны Общаться С тонкими Мирами Лишь Потому Что Их Органы Чувств Не Являются Для Этого Достаточно Чувствительными Ну а душа Это определенная Разновидность Волны Которая Не исчезает После смерти А просто Начинает Существовать В другой Форме Изобретатель Полагал Что можно Изобрести Аппаратуру Которая Сможет Регистрировать Регистрировать Послание От Душ Правда Сам Эдисон Так и Не успел Реализовать Свой Замысел Мы В свою Очередь Проверяем Этот феномен С помощью Специально Разработанной Аппаратуры В наше Время Мы Всегда Удивляемся Нашим Сеансом Каждая Душа Находящаяся В ином Мире Может Поведать О своей Жизни Ведь Душа Как Информационная Карта Оставляет Себе Информацию Душа Это Энергия А энергия Это Составляющая Нашей Вселенной Покидая Физическое Тело Душа Остается И с ней Можно Выйти На контакт Энергия Движет Вселенную Читая Книги Спиритистов 18 века Мы Стали Понимать Что Каждой Душе Дано Прожить Больше Количества Жизни До тех Пор Пока Душа Не Достигнет Пика Просветления Перерождение Есть Только Если В нашем Мире Может Пройти К слову 100 лет В ином Мире Нет Времени И то же Соотношение Времени Там Может Быть Равно Нескольким Минутам Душа Может Переродиться В любом Облике Иметь Любой Пол И Национальность Ведь Душа Не Имеет Таких Признаков В тонком Мире Так Как Душа Это Энергия И Информационное Поле Почему Ответы ФМ Или АМ Душа Может Воспользоваться Информационными Потоками И Как Бы Вырывать Слова Из Контекста Создавая Из Этого Кратковременный Ответ На Все Поставленные Вопросы Приходят Ответы По Делу Мы Это Видим Из Практики Сеансов Уже Больше Трех Лет Так Как Душа Эта Энергия Она Не Может Иметь Физических Данных Таких Как Речь Имея При этом Языкового Барьера Вырывая Слова Из Контекста Радиостанции Создавая Этим Полноценный Или Кратковременный Ответ Сейчас Мы Запишем Феномен ЭГФ И Посмотрим Какие Будут Ответы Ответы Меня Очень Удивили Смотрим Очень Неспокойное Место Даже Вот Мы Сейчас Здесь Находимся Вдвоем И Короче Блин Как Они Напрягают Эти Вороны Так Держи Ни фига Ноль семь Подожди-ка Офигеть Сколько тут Звуков Сейчас Попробуем Задать Пару Болгус Так Три Четыре Так Ребят Короче Я Подключил Именно Spiritbox Так Ребят Короче Я Подключил Именно Spiritbox Так Ребят Короче Я Подключил Именно Spiritbox Сейчас Мы Попробуем Задать Пару Вопросов Марф А ты Можешь Мне Ответить Что? Марфа Ты Можешь Мне Ответить Ты Тут Ты Сейчас Тут Скажи Пожалуйста Почему У тебя Нет На Могиле Даты Твоего Рождения Только Дата Смерти На Могиле Не Стой Я Сейчас Услышал Марфа Скажи Пожалуйста Это Правда Что Если Загадать Желание На Твоей Могиле Оно Непременно Сбудется Это Правда? Марфа Ответь Пожалуйста Ты Ты Действительно Была Ведьмой? Марфа Ты Действительно Была Ведьмой? Интересно Разбирать Марфа Скажи Пожалуйста Марфа Ты Сейчас Здесь Находишься Портрет В Портрет Портрет Интересно Почему Тебе Сломали Портрет В чем Причина люди думают что ты ведьма и можешь проклянуть поэтому они сломали тебе фотографии испортили и они правильно думали поступали или это ошибочное мнение стоит сейчас уйти отсюда ответь здесь опасно находиться ночью марка скажи пожалуйста тебе часто приходит туда приходила говорит а сейчас ты можешь как-то появиться чтобы чтобы и мне очень сильно замерзли ноги отчет 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 марка спасибо тебе большое иди другой дорогой так ребята я пока отключусь как какое-то странное ощущение я чувствую очень жесткие напряжения и она сказала не стойте на могиле вот о чем я говорил ребят вот они взлетели ребят вы не видите но их дофига так много очень сильно похолодало я хочу сказать и и и и последнее что я слышал сказала идите другой дорогой и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...